Всем привет, с вами снова я, Александр Давыдов. Это выставка на станции, я уже не показывала, что это за станция, на серой линии Грайградского метрополитена. Но я только одно знаю, что это станция Конечная. Не, вот туда надо смотреть, вот. Ну, так, в общем, сейчас я вам покажу выставку. И, ну, потому что скоро 15 мая. Ну, будет День Московского метрополитена, 85 лет будет к нему. Так, начнем. Так, ну, давайте сначала я знакомлю вас. Первый вагон это вагон типа Д в окраске под ретто. Ну, вагон типа А. Так, давайте зайдем в него. Так. Никак не могу в него пройти. Так, смотрите, вагон типа Д, 1962 год. Такая же текстура, как а в тренде, только там в тренде она размазана. Тут, походу, люди пришли посмотреть на самые старинные вагоны. Так, ну тут у нас ручной тормоз. Панелька. Ну, тут пока тут все от вагона типа Д. Ну, а дальше идет уже вагон типа Д. Стандартные синие краски. Так, заходим. Тут людей нету. Так, открываем дверь. Тут такая же надпись. Очень не упал. Приборка, кстати, давайте мы сейчас присядем. О, какая красивая приборка. Ну, а она еще такая, ну... Эта приборка мне не нравится, потому что мало чего тут есть. Вот же в вагон типа Д. Тут мягкие седухи. А ну-ка, не, альт-3 не работает. Дальше Д-806. Кстати, тут даже еще написано. Д-806. Может быть, вам не видно, но тут я дверь закрыл. Я предлагаю сейчас войти в кабину. Вот так. Тут дверь не работает, как в этом, ну, в вагоне. Номерной точка 6. Так, я активировал наш поезд. Только тут надо включить усилитель фар. Только я не знаю, как это делать. Ох, так-так-так-так-так. Я тоже не знаю, как включить усилитель фар, но вроде бы... Надо вот где-то тут, что ли, включать. Вот. Я вообще, как бы так сказать... Не умею управлять вообще-то такими очень... Ну, с старыми вагонами. А, нет, тут уже и такой... Тут нет усилителя фара. Ну, вот. Тут прям видно. Д-806. А, вот эта покраска в Д-806 сделана... Ну, одним, наверное, из самых популярных ютуберов, которые сегодня пить расстроили. Чарли Фраем. Ну, и последний вагон... Как бы так сказать, ретро. Это... Е. Вагон типа Е. Давайте мы войдем внутрь, наконец-таки. Кстати. О, смотрите. В Д-шке такого и не было, кстати. Вот это... Это какая-то коробка с батареями, что ли. Такие только в головных вагонах, кстати. Я не понял. Ну, ладно. Кстати, это не вагон 36.05, он... Он 33.09. Кстати, проверил тут некоторые вот эти базовые номера. Они реальные. То есть, вы можете загуглить, или какой у вас там браузер. И вы сможете посмотреть. Кстати. Они не текстурка сделаны. О, нет. Они не моделька сделана 3D. Она... Просто текстурой такой налаженной. У номерного вроде бы такого нету. Хорошо. Давайте пройдем в кабину. Так. Тоже ручной тромас. Вот это... Вот это приборка уже... Намного лучшее, чем в Д-шке. Ну, тоже, наверное, привычно. Типа ежа там, что ли. Типа того. Так. Пойдем в салончик. Мы так еще не посмотрели. Так. Фактический машиностроительный завод. Типа е. 1968 год. Интересно. Так. Тут... О, тут все духи по одному. Мне кажется, в вагонах типа е не ездил, потому что я еще вообще не родился. Потому что последний вагон был списан в 2008 году. Но я вообще в 2009 году родился, поэтому тут я видел только на картинках и в метрострое. Хотя в Санкт-Петербурге еще и ездят два последних таких вагонов. Типа е. Ну, тут конец уже выставки нашей. Так. Так. Так, я хотел просто... Так, смотрим дальше. Вот тут сидение на полторы людей. Ну, человека одного. Кстати, вот эти двери, они... Ну, вы поняли. Такой с дырочкой, что ли, типа того. И они должны быть... Двери должны быть несимметричными, но... Почему-то... Почему-то, почему-то они в метрострое симметричные. Ну, как-то это очень странно. Но в реальности они должны быть несимметричными. А тут они симметричные. Мда, недоработка. Обновите, пожалуйста. В метрострое 2021. Силами, конечно, вообще будет. Потому что это в метрострое 2018 года. Кстати, вот тут ручка, как будто сказать, ручка отключения дверей. Тут тоже. Кстати, давайте почитаем старую надпись. Кстати, было прикольно. Мне на столике было, когда эти надписи видел. Они еще наверно где-то оставались. Так. Места для инвалидов, лиц пожилого возраста и пассажирам с детьми. Интересно. Так, кстати, тут еще, в отличие от вагонов, ну... Уже новых. Не считая еще вагона типа ЕМ-508. Или просто ЕМ. Тут на Е и на ЕМ-508 стоят в такие окна. Не знаю. Вроде бы они на ЕМ-нет. Так, приходим дальше. Вот такая была прикольная выставка. Знаете, напоследок мы опять пройдемся по всем вагонам. И подойдем к самому первому экспонату нашей выставки. Кстати, вот этот шрифт, Путь измеритель, он... Ну, старый. Кстати, вагон-то еще называется УМ-5. О, нет, не... УМ-5. Во. СССР прямо написано. Союз цириалистических республик. Проходим. Ну что ж. Всем спасибо, что смотрели вот такую прекрасную выставку. Я не знаю, буду я или ее обновлять в следующем году. В принципе, еще даже рано выкладывать видео. Но я выложу, потому что... Просто я не хочу записывать 15 мая, потому что я 15 мая для вас приготовил парад в этом, в тренде. Поэтому я решу пока вот тут подготовить вот выставку метростроя. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока-пока. Спасибо за просмотр.